Собрав представителей мордовских подразделений федеральных органов власти, Михаил Сизганов первонаперво поблагодарил всех причастных за работу в период чемпионата. И сразу переключился на текущую повестку дня. Ее главный вопрос – сохранение наших лесов от огня. В пример главный федеральный инспектор привел катастрофическую ситуацию, которая складывается сегодня в Греции. Десятки погибших и никак не могут справиться всеми пожарными, личным составом многих европейских государств. Российская федерация направила туда соответствующие силы, но наша задача – не допустить аналогичной ситуации в лесах республики Мордовия. В Мордовии ситуацию держат на контроле. Еще свежи воспоминания об огненном 2010-м. Профильный министр заявляет, чтобы не допустить повторения тех событий, проделали большую организационную работу. Со всеми, с кем надо, договорились, все запланированные мероприятия провели. По состоянию на 25 июля плановые задания выполнены на все 100%. Устройство противожарных минеральных полос – это по 1000 километров. Обновление противожарных минерализованных полос – 2560 километров. Проведены контролируемые выжигания – 131 гектар. Эксплуатация лесных дорог предназначена для охраны лесов от пожаров – 120 километров. После введения запрета на разведение костров в лесах составлено 12 соответствующих протоколов на 154 тысячи рублей. В МЧС отмечают пожароопасная погода в этом году установилась рано. Но бороться с возгораниями помогла правильная организация. Их произошло только в мае месяце, порядка 8 таких загораний. Но необходимо отметить, что как раз усилиями лесопатрульных групп, усилиями, в том числе, есть у нас такой комплекс, как лесной дозор, все эти загорания были обнаружены в начальной стадии, и практически ни один пожар не превысил площади 0,2 гектара. По сведениям МЧС, с начала введения особого противопожарного режима в наших лесах зафиксировано 14 очагов возгорания. Это в два раза больше, чем в прошлом году. Но зато общая площадь, пострадавшая от огня территорий, наоборот, уменьшилась. Да и ущерба пожары не нанесли. А вот в том, что касается положения и дел в сфере капитального ремонта жилых домов, таких приятных новостей меньше. Михаил Сизганов отметил, среди всех тем, которые жители Мордовии поднимают во время прямых линий с президентом, это занимает непозволительно большую долю. От республики Мордовия прозвучало в адрес президента на прямой линии порядка 16 тысяч звонков. Из них, по самым скромным подсчетам, темы, которые касаются ремонта многоквартирных домов, те злоупотребления, которые имеются в данной сфере, те проблемы, которые имеются в данной сфере, порядка 25%. Здесь и порядок включения дома для проведения ремонта, здесь и конкретные суммы, которые списаны со счетов, и очень много такого, что, конечно, заслуживает особого внимания со стороны правоохранительных органов. Правоохранительные органы отчитываются, тему разрабатывают. Есть уже и уголовные дела в отношении должностных лиц управляющих компаний. На сегодняшний день у нас в производстве находятся 6 материалов, требующих проведения 11 строительных исследований. В целом, по прошлому году у нас проведено таких 25. Как раз непосредственно связано с целью установления объема качества выполненных работ и целевое использование денежных средств. Также нами проводятся проверки по обращениям граждан и представителей организации, связанных с неправомерным действием должностных лиц в сфере ЖКХ. За 2017 и текущий период 2018 года рассмотрено 34 обращения. Ряд из них были связаны с завышением сметы работ по капитальному ремонту на квартирных домах. Главный федеральный инспектор попросил всех присутствующих правоохранителей обратить особое внимание на то, куда деваются со счетов обанкротившихся управляющих компаний деньги, собранные на капитальный ремонт. По данным Михаила Сизганова, в масштабах Мордовии речь может идти о сотнях миллионов рублей. Павел Степаненко, Александр Данилов. Наши новости.